Воспитанники Волсовских детских садов и их родителей поборолись за звание самых активных и ловких на конкурсе «Мама, папа, я. Спортивная семья». Организаторы муниципальных соревнований на базе детского сада номер 6, Волсовский центр информационных технологий и методическое общество инструкторов по физической культуре дошкольных учреждений. Мы рады снова видеть нас в нашем детском саду, на очередном нашем веселом мероприятии. Мы рады видеть родителей, ваших деток, наших дорогих инструкторов. И как всегда, мы для начала сделаем большой красивый круг. Вот как нас много! Вот какие мы дружные! Ну что ж, сегодня на нашей площадке собрались настоящие, крепкие, сильные, отважные, не побоящиеся дождя. Дождя боимся? Нет! Прыгаем веселимся? Да! Ну что ж, мои друзья, кто-то сомневается? Нет! Тогда все начинается! Начинаем! В соревнованиях приняли участие семейные команды из 11 районов детских садов. Перед началом эстафет каждая команда должна была представить заранее заготовленные приветствия и кричалки. Детский сад номер 12 вас приветствует сейчас. Мы девятиных команда, мы команда просто классная. Мы семейных просто классная. Вся семья у нас от нас. Будем бегать и скакать за победу воевать. Все вперед и побеждаем, всем остающим помогаем. У-у-у! Росинки есть девичь! Никогда не падай вниз! После небольшого водного этапа с воздушными шариками все семьи распределились в пять больших команд и приступили к соревновательной части программы. Для того, чтобы открыть отсюда, необходимо найти к нему ключ. А чтобы найти к нему ключ, надо пройти 10 веселых станций, заработать пазлы, в конце прийти ко мне, и я каждому выдам по ключику. И вот среди этих ключей мы найдем ключ, который подойдет к нашему ящику с нашим удивительным сюрпризом. Договорились? Да! Свою упорство и спортивную подготовку семьям нужно было проявить в 10 различных конкурсах. Однако эти конкурсы были не только на силу и ловость, но также и на воображение. Так, например, на станции «Дерево желание» необходимо было разукрасить дерево разноцветными лентами и шариками. Также были этапы на меткость и на силу легких. Требовалось как можно быстрее надуть воздушный шарик. Детский спортивный праздник по праву можно считать успешным, ведь не так важно, кто занял первое место, а кто последнее. Главное, что соревнования прошли в дружесной атмосфере веселья и взаимовыручки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова